Друзья, я рад всех приветствовать. Находимся в BMG Drive и это, как обычно, небольшой городок Полынск. И знаете, Лев, сегодня здесь праздник. Самый настоящий празднует весь город. Весь город у экранов телевизоров, поскольку, друзья, сегодня грандиознейшие события открыли на аварийном участке. Достаточно опасный аварийный участок. Наконец-таки освещение. А именно поставили вот такой вот замечательный высокий-превысокий столб, который вечером должен будет освещать этот опаснейший поворот. Потому что здесь прямая дорога, главное, да, идёт. И постоянно машины вылетали. Естественно, как вы думаете, кто это? Наверняка вы уже догадались. Это именно депутат, который распорядился и потратил, наконец-таки, из бюджета денежки для того, чтобы поставить этот столб. Ну и, конечно же, он пришёл не один. Мало ли что, он взял с собой, друзья, двух охранников. А конкретно, если быть, то полицейских. Для того, чтобы они его охраняли, на всякий случай, приехал он на своей личной машине. Вот такой вот аудюшечки красивой. У него единственная в городе такая. Все ездят на автовазе, а у него, видите ли, вот такая вот аудюшка красивая. И не поспоришь, действительно, что-то в этом есть красивое. Здесь у нас, значит, Нива проезжала с ребятами, которые решили поглазеть на это всё, да. Ждут, пока сотрудники полиции освободят им дорожку для того, чтобы они проехали. Ну и, естественно, тоже порадуются. Увидят это, как говорится, вживую, что вот оно. Наконец-то здесь повесили столб, потому что здесь выезжать очень было опасно до этого. Ну и добавили знак, что вот, пожалуйста, поворот. Будьте аккуратны. Из того у нас следует, друзья, два сотрудника ДПС, трое обычных свидетелей, да, зевак, можно сказать. Два полицейских и один депутат. Вот, естественно, радоваться столбу, ну, недолго пришлось, потому что именно в этот момент кто-то не вписался в этот самый поворот. И вроде бы не ночь. Хей, пацанчики на семёрочке! Ну, как у вас дела? Нормально? Проверим, на что способна семёрочка. Это против столба, конечно же. Скорость, друзья, большую разгонять не буду, потому что я не знаю, как именно себя поведёт данный столб. И нам как раз-таки это и нужно выяснить. Примерная скорость была бы на Ужиге, да, километров, наверное, 70. Это более-менее оптимальнейшее. И тут даже много для города, да, с которой бы перемещалась данная машина с ребятками. Поэтому пока что держим 70, и на этой скорости мы должны с вами... Ох ты, ещё ямочки здесь. На этой скорости мы должны с вами просто протестировать этот столб. Что? Крепкий оказался! Ничего себе, да, его погнуло! И погнуло довольно прилично. На 70 км час, друзья, мы с вами врезались. Большие, очень большие повреждения получила семёрка. При этом и столб тоже получил. Ну-ка, мы сможем отъехать назад? Не, назад отъехать не могу, потому что это всё прилипло просто. Весь этот металл слился и застрял. Поэтому не получится отъехать. Но при этом мы видели прекрасно, что столбик чуть-чуть подшатнулся. И очень сильно повезло, что он не упал. Потому что, ну, вы понимаете, да куда бы он попал, скорее всего. Но пацаны на Жиге обычно не ездят с такими скоростями. 70. Это смешно. А если всё-таки убрать машину, то мы видим прекрасно, как именно погнулся столб. Как он стоял ровно, да? То есть его сдвинуло на полметра, по идее. Слушай, депутатик, я тебе скажу, что ты не зря вообще потратил деньги бюджетные свои. Ты реально купил отличнейший столб с Алиэкспресса. Ладно, я понял, что он крепкий. Друзья, действительно, прямо сейчас я проверил. Я не знал, как он себя ведёт. Мы с вами проверили, мы узнали. 70 км в час не пробивает. Не знаю, что будет на более высокой скорости. Давайте проедем. Главное, чтобы нам ямка не помешала. Там есть ямка, она очень плохая и коварная. Она может нас куда-нибудь вообще увезти в сторону. Итак, соточка. Соточка, друзья, врезаемся в столб. Ну, не видим мы поворота. Ну, что поделаешь, не видно поворота. Итак, врезаем. Да что? На 100 км в час? Серьёзно? Выдержал? Такой сильный удар. Да как? 100 плюс даже было километров в час. Просто, здесь уже трупы, скорее всего. От такого сильного удара. Он до сих пор даже, обратите внимание, он шатается после удара. Его так выгнуло, что, по-моему, на ещё большее расстояние он ушёл. Давайте посмотрим. Держится? Обалдеть! Он реально держится. Слушайте, ну, ты, вот, руку хочу пожать этому депутату. Он и себе, по сути, жизнь, да, сохранил. Но подождите, подождите. Скорости-то у нас и побольше могут быть. Ну, мы выяснили, что Жига не пробивает вообще этот столб. Просто не пробить. Мы просто вынуждены с семёрочкой попрощаться. Ну, потому что она объективно ничего не может. Мы разгнали максимальную скорость. И это было абсолютно бессмысленно. Окей, пятнашечка, приди и покажи, на что ты способна. Скорость у тебя больше будет определённо. Надеюсь, ямка также не помешает. Уже 110 км в час. Давай, покажи нам. 120? На скольки ты войдёшь в этот грёбаный столбик? 130, 135 км в час, друзья. Ровно 135 км в час заходим в этот столбик. Выдержит или нет? А ну-ка, всё, сносится. Сносится, к сожалению. И депутата задевает зеркалом от пятнашки причём. Так, лови его, охранник, лови. Молодец, груди ловит. Ух ты, блин, удар ещё сверху пролетает столба. Опа, ребята, чё происходит? Всё, прижимает, прижимает, друзья, ДПСника. Насмерть, скорее всего. Пролетает столб дальше. Заденет ли? Нет! Только, только не по голове. Да нет, в глаз. Не, не попал. Слушайте, это, это жёстко. Отлетает ещё лампа. Тоже куда-то в машину. Вот это красиво. Действительно, полицейский труп 100%. По-моему, пятнашка ещё по нему сверху проехала. И два трупа у нас здесь. Ох ты, что? Как я это пропустил? Как я это пропустил? Получается, что труп, уже труп депутата, ударился в свою машину. И бампер от Ауди отлетел прямо в зеваку. Насколько же это красивый рандом, друзья. Ещё и ногой придерживает своего братишку, чтобы он не упал. Майкл Джексон просто отдыхает. Красиво, красиво вышло. Но при этом у нас, друзья, по поводу внутри... Нет, не трупы. 100% не трупы. Хоть и передок, конечно, разорвало немножко пятнашечки, да? Но при этом у нас ещё движок работает. Более того, можно даже пригазовать немножко. Но столб улетел. На 135 столб уже не выдерживает. И, к сожалению, мы сносим. В итоге у нас, друзья, три трупа. Я не знаю, здесь, насколько удар был сильный. Если сильный прям, да, скорее всего сильный. Видно, что он с ногой что? Ему оторвало ногу. Просто травматическая ампутация ноги. Четыре. Четыре трупа по итогу от пятнашечки. Конечно, друзья, мы должны с вами понимать, что это мы под таким углом врезались, да? Возможны миллион вариантов. Смотря как ты войдёшь, можно сейчас попробовать войти в столб с разворота. Да, мы с вами затормозим. Попробуем боковой части врезаться в этот столб. По идее, её должно либо накрутить на этот столб, да? Либо же должно произойти ужасное... Красиво! Есть! Получилось снести боком. Не видел конкретную скорость, но при этом... Неужели повезёт? Столб не задевает никого. Ну, а машина несётся на ДПСника и прижимает ещё... Ух ты! Блин, больно смотреть на самом деле. Очень больно было. Но у нас всего лишь один труп на этот раз. Да? Или ещё кто-то будет? И... Куда фонарь? Нет, лампа осталась там. Обалдеть, бедный ДПСник. Но здесь тоже труп. Мы это с вами понимаем. Видите? Боком зашёл. Хотя казалось бы, что боком мы сейчас больше снесём, да? Но нет, в итоге всего лишь один труп. А до этого четыре было, когда вошли передом. А последствия у пятнашки. Боковая часть смята. Есть вероятность, что пострадал достаточно сильно у нас и пассажир, который сидел сзади. Ну и наверняка немножко. Я, конечно, не уверен, что это труп у нас. Вот здесь, возможно, труп. Знаете, по идее, можно было и заканчивать на пятнашке. Мы увидели с вами достаточно серьёзные последствия. Но гелик. Мы же знаем с вами прекрасно, что гелик. Это не дальнобойщик, конечно, Василий, да? Но гелик принесёт намного больше беды, если, конечно, его не занесёт. Попробуем сначала не боковой, а именно центральный удар лобовушкой. Пройдёмся ровненько. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вау. Вау-вау-вау-вау. Я промахнулся, ребят. Сори, я очень серьёзно сейчас промахнулся. Мимо столба. Но это уже не совсем красиво получилось, конечно. Ё-параса. Депутат. Депутат. Ай-я. Ой-ёй-ёй-ёй. Просто как гирлянды развесил. Обалдеть. Убил всех просто. Остались только два ДПСника. И всё. Минус охрана. Минус зеваки. Тут ещё и Нива пострадала. Друзья, просто вынесла из-за плохой дороги. Вот депутат, да? Он о столбе подумал. О Свете подумал. Потому что здесь аварии часто случаются. А вот где? Где? Вот об этой яме он почему-то не подумал. Почему нельзя было её залатать? Тем более на таком опасном аварийном участке. Пожалуйста. Вот к чему привело, друзья. Как и есть, так и показываю. Пытался в столб въехать. А проехал просто мимо. И снес нахрен всех. Кроме сотрудников ДПС. Которые, слава богу, были немножко в стороне. Ну-ка, есть кто-то? Нет, живой. Так и внутри, скорее всего, там. Ё-про-соте. Ещё и на дерево накрутило куда-то. Страшнейшие последствия. Намного страшнее, чем мы сейчас с вами видели. Гелик. Я об этом сразу вам сказал, что так и будет. Ладно. На этот раз я попробую не промахнуться. Я очень постараюсь. Но с такими дорогами, друзья, не уверен. Не уверен. Потому что, видите, вынесло моментально. А я сейчас попробую по встречке эту яму объехать. Потому что, ну, слишком она уж глубокая. Не хочу я, не хочу. Да вы чё? Да вы чё? Задеваю всё-таки столб. Задеваю. Сносим. Сносим. Ё-ой. Похлеще. Похлеще будут события. Тоже всех. Слушайте, ну, похожие. На самом деле, очень похожие. При этом мы ещё и захватили с вами дополнительно столб. И опять у нас выживаются трудники полиции. То есть, всех, по крайней мере. Ну, это, наверное, возможно, конечно, всех, да? Ликвидировать. Раскинуло всех вокруг. Дальше даже улетели. Кто? Я уже даже запутался. Где именно у нас депутат? А удюшку вообще перевернуло. Эту накинуло на дерево куда-то. Опа. Охранник. Охранник только что приземлился. Куда-то улетал. Я его даже особо не заметил. А второй, где у нас охранник? Слушайте, во что превращается гелик? А вроде такая машина крепкая. А во что превращается? Всё. Последствия, слушайте, ну почти точно такие же. Но при этом ещё и минус столб. Но здесь, как вы понимаете, друзья, решает, конечно же, скорость. Как, в принципе, и везде решает скорость. А чем меньше скорость, как говорится, тем больше шансов у тебя на выживание. Блин, я... О, его так носит сильно. Его так носит, а. Ну, пожалуйста, дай мне нормально заехать-то. Её... Её... Вот, вот, вот. Ну, 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 похоже, похоже. Постоянно у нас, друзья, похоже. Всех сносит. Опа! Вот это ничего себе. Просто краешком столба зацепил, ещё и на ёлку улетел. Ничего себе. Буквально, буквально зацепило. Слегка. А сейчас гелик посерьёзнее улетел. Намного. Охранник. Охранник уже где-то там. Всё, в лес убежал. Так, а где у нас остальные? Один теперь только выжил. И тот чуть не упал. Или упадёт всё-таки. Да, повалило. Да, повалило всех. Но этот больше от удивления, наверное, упал, чем от этого бампера. Опять всех раскидало. Этому голову задело. Друзья, посмотрите. Охренеть! Головы нет! Просто расплющило голову ему. Вот этой вот частью, где у нас столбик находится? Прямо краешком. Вот этим вот краешком. Там, где у нас торчат вот эти провода, да, кабель. Его, по сути, кабелем прямо по голове задело. И по итогу просто разорвало ему лицо. Жи есть. Просто на самом деле. Вот это да. Не повезло твоему напарнику, дружище. То, что мы с вами увидели, господа, действительно можно назвать жестью. Прямо как она есть. Но это ещё не самое страшное. Почему, вы спросите? Потому что погибли не все. А тогда, когда выезжает дальнобойщик Василий на дорогу, тогда происходит самое ужасное. В основном погибают все с вероятностью практически 100%. Итак, друзья, скорость может быть и небольшая, так кажется, да? Кажется, что небольшая скорость. Уже заносит. Вот опять от ям меня занесло. Всё, первые трое. Минус моментально. Под КАМАЗ попадают. Прижимается ещё. Ё-о-о! Ну, дальнобойщик. Дальнобойщик всех собрал. Эх, Василий. Дверью, что ли? Попадёт или нет? Дверью, по-моему, пришибёт сейчас. Да! Всё-таки добивает дальнобойщик Василий. Дверью прямо по голове, скорее всего, сейчас пролетит. Ну-ка. И... Что? Не? Пацаны. Я не знаю. Вот ты. Просто выпей сегодня. Крэш. Вот этому реально надо выпить, потому что дверь дальнобойщика Василия убивает, опять же, с вероятностью 100% практически всегда. Ему повезло. Он словно выиграл лотерейный билет. Но иначе, как везение, это назвать я не могу. Вот этим полицейским сегодня прям, ну, я их удачно просто поставил. Ну, реально, очень удачно. Там постоянно цепляет одного, если, да, то это очень случайно. И опять же, сейчас дверью могло также убить одного лишь. Но чтобы все сегодня... Нет, такого не получается. Хотя габаритно вроде, да, транспорта. Василий, дальнобойщик наш. Габаритный транспорт, но при этом не получается повалить всех. Итак, сносим... Красиво, ровненько сносим столб, друзья. Ровно, красиво. Опа, выживает один, по-моему, нет охранника? А, нет, все-таки цепанет. Цепанет сейчас плечо, наверное, К. А, ну, мимо! Ничего себе! Пролетает. Цепанула все-таки охранника. И красиво пролетает мимо. Засасывает. Засасывает. Еще и колесами. Ох ты! Под колеса. ДПС-ника. Я думал, просто откинет. Нет. Закрутило, друзья. Просто закрутило ДПС-ника. При этом больше у нас выживших. Все, слушайте, по-моему... По-моему, многие скажут, практически идеальный вариант, да? Минус охранники, минус депутат. И жалко только, конечно, сотрудника ДПС, который попал все-таки, которого заживало. Прям заживало в колеса. Страшнейшая смерть. Плюс еще смерть, конечно, Василия и его братишки, которые врезались очень неудачно вот в эту вот елочку. Прекрасную. Наверняка, конечно, они бы тоже погибли. Обалдеть. А охранников я вообще не вижу. Они такие черные, что я их не вижу. Надеюсь, не очень российски прозвучало. Вот некоторые спрашивают, а чему ты удивляешься постоянно, типа, да? Да потому что постоянно ситуации разные. То есть это рандом. Все зависит от того, как ты видишь, с какой скоростью. Как ты повернешь в последний момент, понимаете? Вот этим и удивляет больше всего Бимка. Мне вот это нравится. Как бы ты ни старался повторить ситуацию, ты не повторишь один в один никогда ее. Это просто не получится. Попробуем сейчас немножко другой ход. Так, оттормаживаемся. Во, слушайте, почти вошли в поворот. То есть как бы реально поступил дальнобойщик Василий, который бы вез груз. Да, он бы ценил этот груз. Он не заметил поворот. Плевать уже на свет. Вроде бы день, да? И, скорее всего, сейчас вот как раз таки... Ооо, чувствую, будет больно. А может быть и нет? А может быть и нет? По-моему, один охранник. Да, один охранник выживет, если его, конечно, конусом. А может, конус на голову ему попадет прям? Ну-ка, оденет прям красиво. Попадет или нет? Оп. Ладно, смотрим дальше. Ооооу! Вау! Оооу! Вот это серьезно сейчас было! Ой, очень жутко. Очень жутко. А ты что зацепился, а? За фуру Василия. Дальше хочешь поехать с ним? Это жутко было. Слушайте, но при этом зеваки выжили. Один охранник у нас выжил. И один ДПСник выжил. Это конец, конечно. Ну и остальным всех. Опять его засосало! Когда засасывают под фуру, шансов вообще просто ноль. И при этом, друзья, я ее пытался вывернуть сейчас. Да, я пытался, но бессмысленно. То есть уже повернул в последний момент. Хотел уйти, но, к сожалению, нет. В итоге все равно переводится все это к смертям. Ну ладно, здесь фура, здесь габариты. Это тоже надо обязательно учитывать. Есть вероятность, что мы вообще никого не заденем, снеся, например, на гелике на скорости 300 км в час. Такое тоже возможно. Но это надо пробовать, 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 пока такое случится, понимаете? Все зависит от ситуации. Это, друзья, РПшечка. Как вы и просили, в принципе, в бимке. Мне интересно это делать. Если вам понравился этот ролик, то обязательно дайте мне это понять. Я буду делать РПшки подобные. Дальше дать понять, как? Просто поставьте свой лайк. Поддержите меня, чтобы я делал их дальше. А вам, конечно же, за просмотр огромнейшее спасибо. Я желаю, в свою очередь, всем удачи. И всем пока. Пока. Пока.